Приветствую вас. Первое, что мне хотелось бы отметить, это то, что, значит, если у вас диагностировано какое-либо заболевание, да, ну, в данном случае, понимаете, как так, раз вы употребляете, раз вы употребляете лекарства, ну, наверное, это вам назначили, да, эти лекарства, вот, значит, если вам назначили лекарства, то должны были вместе с этим лекарством, да, назначить ещё и психотерапевтическое лечение, вот. Психотерапевтическое лечение, это совсем не то же самое, что таблетки, это именно психотерапия, это именно разбор ваших проблем, это именно разбор вашей истории, ну, которая у вас произошла, да, то есть, почему в 14 лет у вас начались панические атаки? Панические атаки, это что такое? Это так прорываются наши желания, да, то есть, вы чего-то хотите, но себе запрещают. Вот, например, допустим, если вот вам страшно ездить в том же, в том же, допустим, ну, в том же транспорте общественном, да, например, вот, то почему вам страшно? Из-за чего страшно? Вот, ну, значит, версия о том, что просто так, да, ну, не работает эта версия, то есть, очевидно, что причины какие-то другие, вот. Ну, и так далее, то есть, со страхом нужно работать, ибо страх просто так не возникает, да, вот. Дальше идем. Вы пишите о том, что неохотно теперь едете на работу, да, после того, как у вас там на работе возникли проблемы. Ну, тут тоже очень важно понять, почему такая ситуация произошла с вами, да, то есть, почему она стала возможной, вот. То есть, вы перенервничали, это понятно, что вы перенервничали, но почему вы теперь неохотно едете на работу? Вы боитесь осуждения людей? Вы боитесь чего-то еще? То есть, вы думаете, что вас будут, например, там, ну, допустим, вы боитесь, что вас будут считать ненормальной, ненормальной, там, или какие-то еще вещи? То есть, вот, мне кажется, тут нужно, ну, нужно этот момент обязательно поисследовать. Вот, мне кажется, в этот момент обязательно нужно поисследовать и посмотреть, что там конкретно у вас происходит, потому что, мне кажется, что вы боитесь, именно какого-то вот неодобрения со стороны людей, что ли, вы боитесь каких-то какой-то критики, да, и так далее, то есть, вместе с тем, вы не чувствуете себя свободной, вот, вместе с тем, вы не чувствуете себя свободной, то есть, вы не делаете, вот, не можете вдохнуть грудью, да, это потому что вам не позволяет распрямиться, вот. Ну, и, как правило, это возникает тогда, когда в детстве, например, родители вас подавляли, критиковали, вот, и так далее. И вот вы привыкли, так вот, скрываться, да, а желания-то ваши, ваши, они остаются все равно, они же никуда не деваются, при потребности никуда не деваются, вот. Ну, соответственно, все это выходит наружу. То есть, может быть, вам следует продолжать, ну, продолжать принимать лекарства, да, вот. Вот, может быть, вам следует это делать, но обязательно нужно обратить внимание на такую историю, как психотерапию. Вот, обязательно нужно на это обратить внимание вам. Вот, потому что, если вы не будете заниматься психотерапией, вот, то я думаю, я думаю, что на одних таблетках вы, ну, далеко не уедете, вот. Еще раз, страх – это те наши желания, которые мы в себе сами подавляем. Пожалуйста, вот, не забывайте об этом, вот. И за страхом, за чувством всегда стоит какое-то желание, вот. То есть, чего-то вы боитесь, вот, чего-то вы опасаетесь, вот, соответственно. Где-то у вас запрет. Вот. Вот подумать надо, когда запрет появился, и, соответственно, его, этот самый запрет можно и нужно будет снять. Вот так, на этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Понимаю, что мало, но паническая атака – это достаточно серьезный такой симптом, и с ним нужно работать приватно, подробно и не спеша, зная вашу историю. Вы пишите, что у вас дочь есть, значит, есть отец дочери, значит, у вас с ним как скворуются отношения, вот. Тут все это может так же не провоцировать против драки. Но я думаю, что именно в 14 лет что-то случилось, что изменило вашу жизнь вот в таком направлении не очень хорошем. Если у вас остались вопросы ко мне, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok